Первый заместитель главы администрации Сергей Ефремов встретился с жителями села Воздвиженки. На день помещение сельсовета превратилось в место приема по личным вопросам. Рассказать о своих проблемах смогли все желающие. Это первый визит Сергея Ефремова на закрепленную за ним территорию. Глава администрации городского округа Корж Евгений Евгеньевич разделил Уссурийский городской округ на сектора. Я, соответственно, назначен ответственным и куратором Воздвиженки. И приехала первая встреча, выяснить ситуацию, поговорить с жителями. Для многих воздвиженцев основной способ пропитания – это свой скот и огород. Лучше всего возить товары на городскую ярмарку. Недалеко и покупатели уже знают. Из села в Уссурийск едут картофель, морковь, мясо, соленая капуста и огурцы. Галина Емельяненкова специально выращивает на своей земле тыкву, чтобы изготавливать из нее натуральный сок. И урожай и продукт получаются отменными. Мы изготавливаем свои домашние, настоящие тыквенные соки, которые считаются самыми лучшими соками. В том плане, что они имеют все витамины. Тыква, она же вообще обогащена витаминами. И люди с удовольствием пьют наши соки. Но не всегда есть место, чтобы мы могли торговать этими соками. Ярмарка на городской площади рассчитана на 137 мест. Только 8 из них предоставляют сельхозпроизводителям из Воздвиженки. Слишком много желающих торговать в центре города. Чтобы участвовать в ярмарке, фермеры и огородники нашего округа должны получить специальное разрешение. Доказать, что они сами производят свой товар. Но честных торговцев часто теснят нарушители, которые просто перепродают чужую продукцию. Стоит возле меня женщина с салатами. А я говорю, откуда? Она говорит, я со Сенева. Она говорит, а у меня вот вам вопрос. Вы мне, пожалуйста, говорите. А вы мне не сможете справку достать, чтобы я приезжала на ярмарку? Я буду платить каждую неделю по тысяче рублей. И мы как раз составим некий алгоритм. Кому выдаются документы, сами составим, как это должно быть с вашим опытом. И попробуем, делаем в порядке. Но вы сами понимаете, если в трехлитровую банку залазит 3 литра молока, запихать это опять невозможно. На данный момент этот вопрос уже отработан. Места на ярмарке хватит всем, когда сотрудники администрации отсеют торговцев-нарушителей. Об этом позаботится Управление торговли. Помимо заместителя главы с жителями Воздвиженки встретился депутат Уссурийской думы Павел Андрейченко. Это была моя инициатива больше. Но я так думаю, что в депутатском корпусе мы этот вопрос проработаем, чтобы на такие встречи выезжать не только с заместителем глав, которые распределены по данной территории. На самом деле инициатива очень хорошая со стороны главы администрации. На встрече с Евгением Коржом в ноябре прошлого года местные жители подняли важный вопрос. Без отопления в селе остались два многоэтажных дома. Тогда у сурийской теплосети быстро устранили неисправность. Это была их недоработка. Но тема получила продолжение. Как выяснилось, тепло до сих пор поступает людям с перебоями. Начало котельно хорошо топиться. Батареи были кипяток. Как только они уехали, через день, они просто днем не топят, а начинают топить только вечером. Я постоянно еду на машине, я это все наблюдаю. Как у нас трубы, еле-еле виднеется дымочек. Марина Гулевич планирует отстаивать свои интересы до конца. В ее доме сейчас нет управляющей компании. Активная девушка будет сама создавать ТСЖ. Администрация окажет посильную помощь. Но не все ушли со встречи довольными. Были вопросы, которые местная власть решить не в силах. Воздвиженские животноводы жалуются, что им негде пасти скот. Падбище, которое они привыкли использовать, отдали под строительство многодетным семьям. Остальные земли остались завоенными. Земля была в Министерстве оборудования. Чтобы вам предоставлять даже здесь земельные участки еще в то время, полномочий в администрации не было. Потому что земель муниципального образования вот здесь вокруг нигде нет. Поэтому тогда вы просто послышите, что мы не говорим. Устойим. Жители Воздвиженки и впредь смогут задавать интересующие их вопросы первому заместителю главы администрации. Сергей Ефремов будет посещать село раз в месяц. За ним закреплена не только эта территория. Следующая встреча пройдет 7 апреля в Воздвиженском гарнизоне. Евгений Талов, Анатолий Молчанов, Телемикс.